Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы разберем такие элементы блога на WordPress, как виджеты. Я вам обещал на прошлом занятии, что мы займемся вот этой правой боковой панелью, сайтбаром. Давайте посмотрим на наш сайтбар повнимательнее. Здесь есть форма поиска, свежие записи, последние комментарии, архивы, рубрики и мета. Вот все эти элементы, каждый по отдельности и называются виджетом. Какие-то из данных элементов мы можем убрать, какие-то оставить, а также добавим новые. Для редактирования виджетов мы идем в пункт «Виджеты» в разделе «Внешний вид». Для виджетов в нашей теме задано несколько областей. Это, собственно, сайтбар, в котором как раз и содержится поиск, свежие записи, последние комментарии, архивы, рубрики и мета. А также области в подвале сайта – это футер А, футер Б, футер С. В них ничего пока у нас не размещено. Давайте сейчас уберем из сайтбара ненужные нам виджеты. Уберем, например, архивы, так как архивов у нас просто нет. Нажимаем «Удалить». Также уберем мета – «Удалить». А теперь обновим нашу страницу и посмотрим, что получилось. Все, архивы и мета исчезли. Теперь давайте сюда добавим новые виджеты. Например, мы можем добавить сюда календарь. Добавляем его в сайтбар. Пишем заголовок. Календарь постов, например. То есть это календарь записи нашего сайта. Нажимаем «Сохранить». И добавим еще облако меток. Можем добавлять так, а можно просто перетаскивать. Сейчас я просто перетащу облако меток вот в сайтбар. Пожалуйста. Напишем так. Облако тегов. Нажимаем «Сохранить». Как наш сайтбар изменился. Посмотрите. Появился календарь с записями. Вот здесь высвечиваются все записи, которые мы добавили в какой-либо день. Вот это я устанавливал блок. Здесь я добавлял. Здесь я добавил еще больше. В облаке тегов отображаются теги, которые у нас вообще имеются. Например, по тегу «Живот». Если перейдем, то мы увидим, что у нас есть две записи. А раз по нему есть две записи, то он выделяется крупный. Если по тегу «Грудь» у нас, например, только одна запись, то данный тег выделяется мельче. И абсолютно точно так же мы можем добавить виджеты в подвал нашего сайта. То есть, например, притаскиваю рубрики в футер. Нажимаю «Сохранить». Что мы видим? Мы видим, что в футере у нас появились рубрики. Давайте мы сейчас уберем. Что хотелось еще заметить? У нас не отображается здесь иерархия рубрик. То есть, в набор мышечной массы входит питание для роста мышц, упражнения для роста мышц. Но они не отображаются как иерархии. Это мы можем исправить как раз у нас виджет. Вот у нас виджет рубрики. Здесь мы ставим галочку на «Отображать иерархию». И нажимаем на кнопку «Сохранить». Как у нас будет теперь? Вот теперь, посмотрите, у нас есть иерархия. Например, нажимаю на похудение. И здесь у меня появляются две статьи, которые относятся к данной рубрике. Ну что ж, вот мы с вами и завершили работу над внешним видом нашего сайта. На последующих занятиях мы наполним его функционалом. В частности, следующий урок будет посвящен обратной связи с нашими читателями. Продолжение следует...